Границы участков съехали при межевании. Что делать? Рассмотрим с вами ситуацию, которая довольно часто встречается в нашей стране. Клиент столкнулся с такой проблемой, что все границы участков СНТ съехали. И на его участке частично располагается участок даже не его непосредственного соседа, а участок по диагонали от него. Подали документы на межевание через МФЦ, ему ответили, что процедура оформления приостановлена. Вопрос, что делать в данной ситуации? Только через суд? Я так понимаю, законодательство не обязывает владельцев участков переоформлять межевание в случае кадастровых ошибок. И, соответственно, никто из СНТ, у кого оформлено межевание неправильно, не будет ничего делать. Если процедура оформления документов на межевание приостановлена, необходимо устранить недочеты. И заново запустить процедуру. Для того, чтобы устранить недочеты, необходимо выяснить их причину. Почему границы участков СНТ съехали? Во-первых, следует уточнить пределы участка, запросив выписку из кадастра и копию межевого плана. Ошибка могла возникнуть по вине кадастровой службы. При расчетах или исключительно на бумаге. При необходимости придется произвести перерасчет измеренных ранее данных. Скорее всего, за свой счет. В случае, если ошибка, связанная с наложением участков, была совершена по вине кадастровой службы, вы вправе обратиться к ней за возмещением убытков или бесплатным проведением повторного замера. Но их вину необходимо будет доказать. Во-вторых, все-таки не лишним будет обратиться к соседям и попросить копию межевания их участка. Соседи могли при межевании намеренно или случайно неправильно подать параметры участка. Попробуйте объяснить им, что они тоже являются стороной, заинтересованной в решении этого вопроса. Если межевание у них оформлено неверно, они рано или поздно тоже столкнутся с такой проблемой. Кроме того, при составлении плана межевания у соседей есть право подписи, которое будет означать, что с проведением границ они согласны. В противном случае избежать обращения в суд не удастся. Третьей причиной наложения участков может служить изменение ландшафта местности. В любом случае потребуется вызвать кадастрового инженера. За этим вы можете обратиться к нам, который сделает заключение о неправильном межевании в присутствии всех спорных сторон, установит его причину и внесет новые текущие данные. На основе этого заключения можно подать заявление в Росреестр на исправление ошибок в документации. Вместе с заключением кадастрового инженера и заявлением подаются следующие документы. Копия лицензии инженера, а также подобные сведения о нем. Копия части плана межевания спорной территории. Выписка из кадастрового инженера. Справка о собственности, если таковая оформлена. Копия удостоверения личности владельца, то есть паспорт. В течение 30 дней Росреестром должно быть вынесено решение. Таким образом, найденная причина наложения участков может решить вопрос мирным путем. Даже если вы обратитесь в суд, устанавливать причину нарушения все равно придется. С вами был Евгений Корсакин. Если видео понравилось, ставим лайк. Если есть вопросы, пишем в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»!